Попал не знающий, не владея информацией, даже не представлял, что будет. Мужики, здесь делать нехер. В прямом смысле. Здесь люди сами справляются со всем. И не надо в этого поперлезть. Что с тобой случилось сейчас? Обстреляли в колонну, перебиты ноги. Где обстреляли? У жены на территории Украины. Обстреляли в колонну, попал в больницу. Дай бог вылечить. Кто у тебя в родине остался? На родине остались двое детей и жена на издевении. Не надо сюда ехать, братцы. Ты и ты у нас указали? Помощи хорошую указали. Больше не надо сюда лезть. Бандераться ты здесь не видел? Бандераться вообще не видел. Ты сожалеешь о том, что ты сюда приезжаешь? Очень сожалею. Приехали в командировку под предлогом учения с личным составом, который составляет 80% срочников. Ну, на Украину воевать ехать не собирались, убивать тоже никого не собирались ехать. Сейчас нахожусь в городе Полтава, живой здоровый, в плену. Хочу передать, чтобы прекратились военные действия на территории Украины, бессмысленные, люди гибнут. Солдаты гибнут, матери дома ждут, волнуются. С тобой все в порядке? С тобой все в порядке, живой здоровый, знакомый. Должность? Начальник службы, помощник начальника штаба по защите государственной тайны. Как попал на территорию Украины? И когда? 27 числа построили, в 5 утра сказали, выезжайте. Где построили? В части? В Белгороде. Так. И прибыл, ехали в колонию. Какая задача стояла у вас? КАМАЗ. КАМАЗ. Как ранее доведенное, доехать до Сумы. А там что? Там в окружении взять, наверное, на город. Больше командир не доводил эту информацию, больше с разведчиками общался. Так, окружение город, да? И дальше. Город Сума окружения? Да, точно. У вас конкретно задача стояла против Украины, правильно? Против Сумы, да. Против Сумы, но это территория Украины? Да, точно. Что хочешь сказать? Чтобы война никому не нужна вообще. Это очень страшная и обеда. Ну и что ты хочешь сказать своим россиянам? Не идите сюда. Не слышу громко. Не идите сюда. Почему не идите сюда? Тот же люди живут, а не как по телевизору показывают. Так, а что ты не бросил присягу и сказал, не идите сюда, там? У тебя родственники есть? Да. К тебе домой приходят оккупанты? Нет. Ну ты представляешь, тебе грады начнут бить по твоей территории. По вам, по желанам, по ветерам. Я все прекрасно понимаю. Я все прекрасно понимаю. Мы доехали до границы, мы спросили у командира взвода, что мы делаем на границе. Он нам ничего не ответил, сказал, едьте дальше за колонной. Мы поехали дальше за колонной, доехали до города. На Кольцевой мы потеряли колонну. Какого города? Первого, самого ближайшего. Какая территория? За границей уже. Территория какой страны? Украина. Вы с какой целью сюда ехали? Задача ваша какая? Не знаем задачи, не знаем цели. Нам вообще ничего не доводилось. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что мне нужно ехать на Украину. Сейчас какая? Воинская часть 91-701. Где она находится? Подмосковье, город Нарфа-Минск. Что ты хочешь сказать? Даже то, чтобы не ехали сюда воевать. Здесь люди не хотят войны с Россией. И воюют только за то, что русские нападают на них. Как сюда попал? Мы приехали в поля, стояли в поля. И 23 февраля ночью нам сказали собираться. Нам сказали, что мы проедем марш, и поля закончатся, мы проедем назад. Официально мы тут до 25-го должны были быть. Я военнослужащий Российской Федерации. Рядовой Телков Юрий Сергеевич. В 2000-го года рождения. Воинская часть 52-634. Призываю всех военнослужащих не въезжать на территорию Украины и не воевать. Почему? Как только мы въехали за границу, нас в колонну расстреляли. За границу-то куда ты въехал? Въехали из города Белгорода. На территорию какую? На территорию Украины. Нас расстреляли. Меня отправили в госпиталь. В госпитале сделали операцию. Сейчас я нахожусь в Полтаве. В плену. Продолжение следует. Продолжение следует.